МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К 109-й годовщине геноцида, совершенного против армян, 7 кандидатов от либеральной партии Австралии, утвержденной для участия в следующих федеральных выборах, представили совместное заявление лидеру оппозиции Питеру Даттону, призывая его и будущее либеральное правительство охарактеризовать события 1915-1923 годов как геноцид. Письмо, отправленное лидеру оппозиции 23 апреля 2024 года, одобрено кандидатами Жизель Каптерян, доктором Кети Аллен, Тимон Уилсоном, Менни Чичелло, Кети Малленс, Скоттом Янгом и Тео Заграфосом. В 2023 году либеральная партия Австралии поддержала партийную политику в отношении геноцидов армян, осирийцев и греков, произошедших в 1915-1923 годах. Тысячи людей по всей Австралии ждут с нетерпением, наберется ли смелости, премьер-министр Австралии и лидер оппозиции использовать слово геноцид. 24 апреля в Тбилиси к 109 годовщину совершенного против армян геноцида состоялась протестная манифестация перед посольством Турции. Об этом сообщают на странице Facebook армянской общины Грузии. Перед посольством были выставлены фотографии по теме геноцид, совершенный против армян 1915-2023 годах. Молодежь продолжила протест перед офисом представительства Европейского Союза. В тот же день утром в кафедральной церкви Су-Гевур Грузии под руководством предводителя епархии его преосвященства епископа Киракоса Давтяна был совершен обряд в память о святых мучениках, совершенных против армян геноцида, которые погибли за веру и родину. Россия всегда воспринимала геноцид, совершенный против армян, как собственную боль и беду. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 24 апреля очередная годовщина геноцида, совершенного против армян в Османской империи. Эта скорбная дата имеет огромную историческую, духовную и морально-политическую значимость для союзной нам Армении, для дружеского народа, республики, многомиллионной армянской диаспоры в России. Мы всегда воспринимали эту трагедию как собственную боль и беду. Москва, одна из первых в мире, заявила об официальном признании геноцида. Во многих российских годах накануне прошли памятные мероприятия. На территории села Керан Ставушской области ведутся работы по разминированию. Несмотря на борьбу с сельчан, работы начались людей, но к территории не подпускают. Незаконная деятельность, которую правительство Восточной Армении начало со своими незаконными партнерами, для нас неприемлема. Все должны еще раз понять. Произошло следующее. По принуждению враждебной страны, нынешний глава правительства Восточной Армении принял почти единоличное решение пойти на односторонние уступки со стороны нашей Родины. Наше возмущение заключается именно в этом. Это нарушает закон и принцип международных договоров. Обращаюсь к армянскому народу, интеллигенции всем и каждому. Сейчас самое время поднять свой голос, восстать. Хватит жить в панцире. Говорите о правде, этот народ вел себя с честью и достоинством 30 лет. Это нельзя отвергать. Нужно протестовать всеми способами. Это решающий момент для Армении и армянского государства. К сведению всех иудеев, спросите этих людей, являются ли они пророссийским проектом, инструментами, агентами. Они просто хотят жить в своем доме мирно, спокойно и достойно. Духовенство защищает интересы своего народа, к сожалению, от собственного правительства. Об этом в беседе с журналистами заявил предстоятель Тавушской епархии архиепископ Баграт Галстанян. С 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО 29 апреля отмечается как Международный день танца. Дату предложил хореограф Петр Гусев. День тоже был выбрал не случайно. 29 апреля родился французский хореограф, теоретик балета, реформатор Жан-Жорж Невель, известный в истории как отец современного балета, кто первый начал ставить танцевальные представления. 29 апреля в 10.00 состоится масштабный танцевальный филешмоб, посвященный памяти Гагика Геносяна. С 11.00 до 13.00 на площади Республики состоится культурная программа «Праздник танца в национальном духе» с участием барабанщиков, музыкальных школ, традиционных ансаблей, государственных ансаблей и танцевальных коллективов. Организатор, преподаватель кафедры хореографии Артур Арутюнян. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с нашей историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами Национального собрания поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами. Также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Арсена Амбаряна «Андастан». Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!